друзья всем привет многие новички многие игроки начинающие играть в игру mobile legends задаются вопросом как фармить как быстрее формить смотрят всякие различные гайды интересные видосики на ютубе для того чтобы найти какие-то секреты но на самом деле друзья никаких секретов нет все нас а все гораздо проще чем кажется провел вчера небольшую исследовательскую работу в районе 15 минут вот вам сейчас показываю все цифры выведу на экран повышаем наши экономические знания в игре пробегу здесь по линии и с точки зрения лайнера посмотрим как правильно формить как выгодно формить какие есть объекты и где сколько можно голды заработать так здесь сейчас на ваших экранах кусака бьет щит на башне щит в общем содержит себе 360 монет сбивается он если враг вам не мешает за 2 пачки крипов с 2 за 2 захода так смотрим вот здесь забирая пачку крипов с пачки крипов за 8 секунд можно снять 180 монет чтобы понимали что это значит 180 монет это примерно 10 пачек говорящий с ветром в среднем чтобы купить вам один какой-нибудь предмет надо убрать зачистить 12 пачек самое выгодное для фарма что есть на карте это крипы ничего выдумывает друзья не надо обратите внимание как часто они идут так тут уже пошел момент за минусы фарма купил лесной нож фарм с пальчики пал два раза обратите внимание 180 против 80 но фарм с леса увеличился фарм с леса увеличился увеличилась скорость зачистки леса к чему этот момент с лесным ножом если вы играете через лес если играете через лесной предмет лесной предмет доступен при покупке только с возмездием ни в коем случае старайтесь не выходить на лайн не забирать фарму своего лайнера то есть если вы выходите на лайн вы съедаете пачку тем самым вы просто 50 процентов голды и опыт и выкидываете за уничтожение башен также дается голда всей команде так обратите внимание после покупки лесного ножа фарма с линии падает на 50 процентов как голда так и опыт в течение первых 55 минут после пяти минут уже начинается нормально то есть до пяти минут если вы купили лесной нож играть через лес лучше своего леса не высовывать только для гангов кроме того лесной предмет кто не знал он дает дополнительно по 30 голды за убийство или помощь так вот обратите внимание 90 монет за пачку так пачка стоит без лесного предмета 180 монет а с лесным предметом 90 то есть если вы также наоборот если вы соло лайнер без лесного предмета играете играете через лайн все что требуется для фарма это просто идти по своей линии забирать каждую пачку и пушить башню за пачку 180 монет убрали 12 пачек получили предмет но соответственно за 24 2 предмета за 36 3 предмета и так далее до 6 предметов вторая башня обратите внимание уже стоит дороже за вторую башню 150 монет и в чем еще фишка при уничтожении башни даже если уничтожили ее не вы вся команда каждый игрок команды получает эту сумму то есть первая башня каждый игрок получает по 110 монет вторая башня по 150 монет и третья башня по 200 монет если вы уничтожите башню на линии вам вся команда просто скажет спасибо это с экономической точки зрения не считая того что откроется дополнительные территории для прогулок и так вот здесь вот обратите внимание специально поставил смайлик показывает что просто находясь рядом с пачкой даже не добивая вам все равно идет золото если вы добиваете крипа то золото получаете чуть чуть больше процентов на 15 на 20 если он просто умирает вы также получаете золото и опыт но чуть чуть поменьше для пуша башен есть специальный предмет злобный рык он усиливает усиливает урон по башням уменьшает защиту башни то есть пушите вы сильней так вот здесь смотрим сейчас за третью башню нам по 200 монет капнет вот я про это имел ввиду ну и смотрим то есть чем больше вы убьете крипов тем больше у вас будет фарм это самый лучший гайд по фарму в чем суть в чем суть фарма забрать как можно больше крипов вот и вся суть так дальше там у меня сейчас нарезочка будет еще также стоит упомянуть что дают дополнительный фарм за убийство героев первый раз 200 монет то есть если герой ни разу не умирал заняты 200 монет и далее на уменьшение это сделано от фидеров то есть кто много умирает они стоят дешево их убийство и также в обратную сторону наоборот кто умирает мало за тех дают очень много голды максимальная сумма на моей истории на моей памяти мне давали за убийство 6 диск 650 монет за одно убийство 650 монет закона перефармленного челика я получил так дальше вот здесь сейчас моментик будет смотрите для того чтобы получить фарм в пачке это начало боя 1 вот 30 секунд первая пачка обратите внимание вот 51 монета третья часть опыта просто просто стоять в кустах достаточно в определенном радиусе вот двадцать шесть монет просто достаточно простоять в кустах в определенном радиусе чтобы с пачки забрать свой фарм золото и опыт так что друзья не надо ничего выдумывать и никакие гайды по фарму вам тут не помогут все что нужно это забирать по своей линии пачки крипов каждую 12 пачек предмет бить по возможности щит на башне если враг дает если вы играть с лесным ножом играть через лес на лане крипов не трогайте не отбирайте фарму лайнера если вы играете наоборот на лайне то в лес не заходите не тратите свое время понапрасну там вначале видно было я пометочку поставил стоит первый крип 65 монет убиваются за три удара лесной монстр в лесные вот эти жучки с края дают также 65 монет на убиваются 11 секунд то есть вы просто попусту тратить время забираете фарму своего лесника и кроме того теряете с первого крепости и пачки если забираете долго ладно тут кусака быстро забирает так но вот здесь моменты и уже за убийство уже за убийство вражеских героев то есть за 4 убийство дают уже 110 меня дальше чем больше убийств чем больше смерти врага тем меньше за него дают монет это с точки зрения экономики точки зрения тактики там немножко по-другому а вот с точки зрения экономики чем больше враг умирают тем меньше за него платят вот начиная с 6 смерти и дальше за него дают по 50 монет но если он конечно не одумается если он вдруг начнет играть хорошо то уже за него ничего такого не будет так ладно друзья в общем вывод мы сделаем какой если вы соло лайнер забирайте пачку за пачкой не пропускайте крипов